Всем доброго утра, ребятки! Решил прогуляться по лесу. Ребята, хотите, я дам вам прием, как больше в жизни не пропускать ни одной тренировки? Смотрите, очень просто. Ты пошел в зал, зашел в зал, переоделся, приготовился. Начал заниматься, хотя бы на 5 минут. Если ты не хочешь, ты прекращаешь тренировку. Твой мозг обожает вычислять предстоящую энергозатратность и, соответственно, сливать энтузиазм в эту сторону. То есть, если ты уменьшишь видимость предстоящей работы, то твой организм попросту не заметит, как ты сделаешь весь объем работы до конца. Казалось бы, да? Алло! Бегунья! Если же ты все время будешь давить на то, сколько еще предстоит сделать, то это будет конечна. Вот представь себе такой вариант. Представь себе такой ситуейшн. Ты бежишь в марафон. И ты, либо кто-то тебе постоянно напоминает. Осталось 40. Осталось 39. Осталось 38 километров. Где-то на 35-м километре твой энтузиазм начинает гаснуть и чахнуть. А потом и вовсе испаряется. Вот это и есть, конечно, друг мой. Но если ты вместо этого сфокусируешься на пейзаже, да, либо на своем дыхании, либо на следующем повороте, то ты прекрасно пройдешь дистанцию и даже не заметишь, как ты этого сделал, да? То есть, смотри, результат этой работы – это лишь повод радоваться. Есть здесь любители среди нас компьютерных игр? Да ладно, не звезди, все мы играем. То же самое с компьютерными играми. Смотри, ты начинаешь играть в игру. Игра не открывает тебе сразу все карты, да, всю карту, все левели, да, все задачи, задания, которые можно и нужно сделать. Она делает это поочередно, да? Как ты думаешь, почему? Да, потому что только так у тебя возрастает интерес и желание играть в эту игру. А теперь представь такой вариант. Ты начинаешь игры, у тебя написано еще 840 уровней, да? То есть, все, это конечное, приехали. Твой мозг тут же начнет вычислять результат и, поверь, будет для него не в радость. И твой энтузиам тут же улетучится. Теперь ты понял, как это работает? Прекрасных выходных. А я пойду дальше наслаждаться лесом. Пока.